всем привет дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии для особо одаренных экономистов напоминаю красный прямоугольничек подписаться и будьте счастье касатик также напоминаю что стримы записи могут смотреть только спонсоры канала ну и о матче выиграли хорошо доволен конечно 3-1 счет хоть три мяча забили но никакой эйфории нет нет никакой радости потому что все как вы видели вот этот выход этого антифриза на замену это явно по методичкам накаточные шизофренички то есть ведущего защитника джеки выпускать и вообще во время матча да менять его да то есть центральных защитников жигой джекер что ему там отдохнуть перед леги или перед цска ставить этого антифриза который гол привез он тут же привез гол вот этот вот сбил этого соколова или кого-то на линии штрафной глушаков там отоплил промеж ушей максименко даже так было бы 3-0 так 3-1 вот вам антифриз этот качественный защитник обмудок зачем было выпускать явно ее указание плюс соболев с ларсом что там соболев там опять сегодня тачку возил специально получил карту чтобы с конями не гадать ну там паст пяткой он дал остальное все засрал промахивался мимо мяча опять явно указание накаточные шизофреничка это чат ватсапе а серьезно говорю и ларсон смотрите вышел ларсон да опять туда прямо именно в руки вратарю как все матчи и вот это когда в ближний угол замыкал такой же гол помните забил локомотиву при т.д.ск. 3-0 когда тут он не попал уже то есть он не попадает и опять он на лавку сел и в руки вратарю бьет опять все накаточные шизофреничка опять я пусть нет у меня никакой радости от этой победы там 3-1 опять этот соболев ларсон этот антифриз привезший гол эти три обмутка которые этот этот кровавый понос если ты раковый опухоль все она делает опять вот ну выиграли там ухим их 3 очка в таблицу там да и гол красивый этот айртон забил и понсо промесу шею вратарю пробил конечно и промес промесу шею вратарю оба гола этих понсо и промеса в ближние углы ну чё промеса лучше игроком матча чё он засрал опять сколько они опять все тачку возят у мяров вообще просто ужас смотрите когда он получает мяч мяч у мяров у меня сердце кровью обливается он это у него 99 процентов брака и обрезы тупизм это ужасный просто игрок он худший игрок матча вообще что там с леги с ска будет я не знаю не говоря уже про лестер сити и при наполе в общем тоже все что и было стали немножко булками шевелить быстрее бегать там на фоне мертвых химок там потерянных и то сколько моментов были вспомните как этот максименко отбил в середине второго тайма сблизился когда глушаков мог там сравняли ли пробили бы неизвестно а наши тут же мастера в конце там зобнин выходит что вместе что в дальний угол пытается острый там закрутить когда стоит соболев открыто раму пас не дает вот ну а что доставила такие пару моментов доставил этот этот рыжий пятый номер у химок он похож на антифриза сперва думал что антифриз за химки играет но и на десятой минуте когда айртон оббежал двух игроков химок стиле бэйла только бэйл тогда на бровку одного оббежал а тут айртон попова двух отбежал в принципе айртон хорошо сыграл но так обычно у нас хорошо три проваливает но рассказов там более-менее там один два раза засрал опять же повторяю зачем было менять жики выпускать антифриза приведшего гол вот сразу выходит антифриз этот этот протежа накатушные шизофренички комоция манитер бедитер он сразу привозит гол сразу гол привозит просто не могу не какая радость там это это ну выиграли там 3 1 думал проиграет 0 3 ну хорошо чё это даст там шестое седьмое восьмое место какая разница там все равно лиги засадит крупные конян и соболев конечно перед корями решил отдохнуть в каждом матче карточка в каждом матче посмотрите а ларсон уже настолько присел на лавку плотно кожаные штаны покупать выходит саботирует игру что думаете этот пластилиной португальский пиджак не видит смотрите все равно их рожи потухшие пиджака пластилинового и всех его этих шестого интернационала беззубых цыган и пидорковатого аналитика всех его помощников так что раньше конечно радовался когда выиграли а сейчас все равно в этом фидунариуме дом 3 в этом уже невозможно смотреть на эти на эти рожи вот эти все и портлатный кукол сидит в бейсболке опять он бейсболку надел сидел на трибунах кисляк смандячил чтобы он старше не стал вместе с братцем ебланом два состава и накатушной шизофреничкой всех не семья вот так короче никакой ничего не понравилось никакой радости нет там бегали что-то там булками шевелили кучу моментов опять засрали там пятками забеганиями реализация ниже плинтуса и квинси мертвый и мозос все они там все они выглядели на легком дамском думала завтра там легиу цск обыграет полную кошелку получит но единственный может положительный момент максименко видно у кафанова набрался там сборной стал стиле нояр видите выходить там ну центру поля там играть потащил от глушака еще добра звук в углу поймал ну ну а штрафной вообще даже не шелокнулся промеж ушей дали ему спасибо антифризу обмутку блять вот ну как то так вот дорогие друзья то есть все никаких радостей никаких у меня ничего для вас новостей положительных нет и не будет еще раз повторю и лиги засадят и коням и далее по списку дальше такой всплеск непонятный за счет мертвых химок и нулевой реализации там ну полностью понятно он выпадает из общего там да попала другой раз он не попал помните но если помните не попадал играл бы в барселоне или в манчестер сити а так нормально он нравится один из лучших игроков наверное матча вот остальных всех никакой радости там короче как обычно никого не жалко никого ну вот как то так напоминаю значит всем обязательно подписываемся на канал ставим лайки комментарии стримы записи теперь доступны только для спонсоров канала тем не менее 3 очка из 3 очка они в африки не пахнут всех люблю и обнимаю до новых встреч в эфире